Абутальха Аль-Анцари Мы не знаем более ценного махра, чем тот, который Абутальха выделил Ум-Суляйм. Он одарил её на свадьбу своим переходом в ислам. Мединские женщины Когда Зайд ибн Сахаль Аль-Наджари, получивший прозвище Абутальха, узнал, что Ар-Румайса бинт Милхан Аль-Наджария стала вдовой после смерти её мужа, то буквально подпрыгнул от радости. Да, в этом и не было ничего удивительного, поскольку Ар-Румайса, прозванная Ум-Суляйм, была идеально целомудренна, умна, рассудительна и обладала другими совершенными качествами. Абутальха решил немедленно посвататься к ней, пока его не опередил какой-нибудь другой мужчина из тех, кому нравятся такие женщины. Он был убеждён, что Ум-Суляйм никогда не отдаст предпочтение никому другому из претендентов на её руку, кроме него самого. Абутальха был мужественным, знатным и весьма богатым человеком. Кроме того, он был искусным наездником и воином племени Бан-Ун-Наджар, а также одним из лучших лучников Ясриба. Абутальха направился к дому Ум-Суляйм. По пути он внезапно вспомнил, как, наслушавшись речи мекканского проповедника Мусааба ибн Умайра, Ум-Суляйму веровала в Мухаммада и приняла его религию. Однако тут же Абутальха сказал сам себе, ну и что из того, разве её умерший муж не исповедовал религию своих предков, выступая против Мухаммада и его призыва. Подойдя к дому Ум-Суляйм, Абутальха попросил разрешения войти, на что Ум-Суляйм дала согласие. Кроме неё в доме находился её сын Анас. Когда Абутальха сделал Ум-Суляйм предложение, она ответила, «Людей, подобных тебе, у Абутальха, не отвергают, но я не выйду за тебя замуж, так как ты неверный». Абутальха решил, что Ум-Суляйм пытается тем самым найти отговорки и отказать ему, так как предпочла ему другого, более богатого и более знатного жениха. Он сказал ей, «Клянусь Аллахом, вовсе не это мешает тебе стать моей женой, о Ум-Суляйм». «Тогда что же мне мешает?» — воскликнула Ум-Суляйм. Абутальха сказал, «Жёлтое и белое, золото и серебро». «Золото и серебро?» — «Да», — ответил Абутальха. Тогда Абутальха сказала, «Истинно, я свидетельствую тебе, о Абутальха, а также свидетельствую Аллаху, его посланнику, что если ты примешь ислам, то я готова стать твоей женой без всякого золота и серебра. Твой переход в ислам и будет моим махром». Услышав слова Ум-Суляйм, все помыслы Абутальхе обратились к идолу, которого он сделал из ценного сорта дерева и стал поклоняться ему как своему личному богу. Так поступали правители его племени. Однако Ум-Суляйм решила ковать железо, пока оно горячо, поэтому тут же предложила, «Разве ты не знаешь, Абутальха, что твое божество, которому ты поклоняешься, не признавая Аллаха, выросло из земли». «Да, знаю», — ответил Абутальхе. Ум-Суляйм воскликнула, «И не стыдно тебе поклоняться корню дерева или пню, сделав из части его себе божество, когда другой человек использовал другую его часть в качестве дров, чтобы согреться или испечь лепешку? Если ты у Абутальха примешь исламскую веру, то я соглашусь быть твоей женой, и никакого другого калэйма мне не нужно, кроме твоего ислама». «А кто примет меня в ислам?» — спросил он. «Я могу сделать это», — ответила Ум-Суляйм. «Каким образом?» «Скажи слово истины, засвидетельствуй, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Затем отправляйся к себе домой, разбей и выбрай своего идола». С выражением смешанных чувств на лице Абутальхе произнес, «Свидетельствуй, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствуй, что Мухаммад — посланник Аллаха». Затем Абутальхе взял себе в жены Ум-Суляйм. Мусульмане говорили по этому поводу. Мы никогда не слышали об улице на Махре, чем тот, который получила Ум-Суляйм. Она сделала ислам своим колымом. Начиная с этого дня, Абутальхе встал под знамя ислама, отдавая все свои незаурядные силы его служению. Он был одним из тех семидесяти, кто присягнул на верность посланнику Аллаха, в Акабе, где с ним также была его жена Ум-Суляйм. Он стал одним из двенадцати старших мусульман Ясриба, назначенных посланником Аллаха в ту же ночь. После этого Абутальхе участвовал во всех военных походах посланника Аллаха, проявив подлинный героизм и храбрость. Однако лучшие дни, проведенные им вместе с посланником Аллаха, алейиссаляту вассалям, это битва при ухуде. Предлагаем вашему вниманию рассказ об этих событиях. Искренняя и пылкая любовь к посланнику Аллаха, алейиссаляту вассалям, проникла в глубину сердца Абутальхе и вместе с кровью растеклась по всем жилам. Он никак не мог вдоволь насмотреться на пророка и наслушаться его чистых и возвышенных речей. Преклоняя колено перед ним, Абутальхе говорил ему, «Моя душа будет выкупом для твоей души, а мое лицо будет защитой для твоего лица». В битве при ухуде мусульмане отступили от посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям, и его со всех сторон атаковали язычники, выбили им зуб, рассекли кожу на лбу, повредили губу, и кровь залила лицо пророка, алейиссаляту вассалям. Паникеры распустили даже слух, что Мухаммад, алейиссаляту вассалям, убит. Это известие еще больше потрясло мусульман, и они начали в беспорядке отступать перед врагами Аллаха. В этот напряженный момент рядом с посланником Аллаха, алейиссаляту вассалям, осталась горстка людей во главе с Абутальхой. Подобно несокрушимой скале перед посланником Аллаха, алейиссаляту вассалям, встал Абутальха, и пророк, саллиллаху алейиссалям, прикрылся им, как щитом. Абутальха подтянул тетиву своего безотказного лука и приготовил разящие без промаха стрелы. После этого, защищая посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям, он начал одного за другим уничтожать язычников. Пророк, саллиллаху алейиссалям, следя за полетом стрел, постоянно высовывался из-за Абутальхи, который, опасаясь за его жизнь, уговаривал его не делать этого, взывая, «Ты для меня, отец и мать, заклинаю тебя не показываться, а не то, а не поразять тебя. Истинно, я защищаю тебя своей грудью и телом, да буду я твоим выкупом». Когда мимо посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям, пробегал один из отступающих мусульман с колчаном стрел, пророк, саллиллаху алейиссалям, позвал его и попросил, «Положи свои стрелы перед Абутальхой, а не убегай с ними». Абутальха продолжал защищать посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям, пока не сломал три лука и не убил столько язычников, сколько было угодно Аллаху. Затем битва закончилась, и Аллах даровал своему пророку спасение и защиту. Подобно тому, как Абутальха не щадил собственной жизни в самых тяжелых боях во имя Аллаха, точно так же он бескорыстно и щедро жертвовал свои средства. Он был владельцем, например, самого крупного в Медине сада с пальмами и виноградником, где были чистейшая вода и вкуснейшие плоды. Как-то раз Абутальха молился среди тенистой зелени своего сада, и его внимание привлекла красивая певчая птичка зеленого цвета с красным клювом и красивыми лапками. С приятным щебетанием птичка порхала среди деревьев, и ее вид привел Абутальху в восхищение. Наблюдая за ней, он замечтался. Внезапно придя в себя, Абутальха обнаружил, что он не помнит, сколько же он молился. Два раката, три, он никак не мог вспомнить. Закончив намаз, Абутальха немедленно отправился к посланнику Аллаха али-саляту ассалям и пожаловался ему на свою душу, которую прекрасный сад, тенистые деревья и певчая птичка отвлекли от намаза. Затем он сказал пророку, «Будь же свидетелем, мол, посланник Аллаха, что я отдаю этот сад в качестве моего пожертвования Всевышнему Аллаху. Распорядись же им, как это угодно Аллаху и его посланнику». Свою жизнь Абутальха провел в непрерывном посте и джихаде и умер постящимся муджахидом. Об Абутальхе рассказывают, что после смерти посланника Аллаха саляллаху али-салям он почти 30 лет провел в непрерывном посте, разговляясь только в празднике, когда пост запрещен. Он прожил долгую жизнь, став стариком преклонного возраста, но его старость не помешала ему продолжать джихад во имя Аллаха, вознеся над землёй его слово и укрепляя его религию. В эпоху правления халифа Усмана ибн Абфана мусульмане приняли решение осуществить военно-морской поход. Абутальхе начал готовиться к выступлению в поход с армией мусульман, но его сыновья сказали ему, «Да смелости виться Аллах над тобой, Отец! Ты же глубокий старик! Ты участвовал в походах посланника Аллаха Абу-Бакра и Умара. Пришло время тебе отдыхать, а вместо тебя воевать будем мы». Абутальха ответил, «Истинно Всевышний и Всемогущий Аллах говорит, «Поднимайтесь на джихад налегке и отягощённые». Это означает, что все обязаны участвовать в джихаде, в том числе старики и молодёжь, и возрастные границы нам не определены. Его решимость выступить в поход оставалась непреклонной». Находясь на борту судна среди мусульманских воинов в открытом море, Абутальха серьёзно заболел и скончался. Мусульмане начали искать какой-нибудь остров, чтобы похоронить его там. Это удалось им только через семь дней, и за всё это время находившийся среди них покойник абсолютно не изменился, как будто пребывая в глубоком сне. На одном из морских островов, вдали от родной земли, своих близких и дома был похоронен Абутальха. Но что такое удалённость от людей по сравнению с близостью ко Всевышнему и Всемогущему Аллаху? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok